Хорошая геометрическая задача, которую вам стоит рассказать. Расмотрим треугольник и вписанную в него окружность. Да-да-да, окружность и описанный вокруг окружности треугольник. Ну, в любой треугольник можно вписать единственным образом окружность, поэтому это абсолютно понятная, хорошая конструкция, да. Теперь, у меня И, в центре окружности, у них и точка И. Обозначим мыши с другого, то А, Б, С. Пройдем ВИ. И пройдем треугольник ВИ из точки А. Да, опустим перпендикуляр. Это можно сделать единственным способом. На прямой БИ опустить перпендикуляр, ну какую-нибудь там точку надо поставить. АК перпендикулярно БИ. Так, и теперь нужно отметить точки касания. Там Л и М, хорошо? Так вот, ребят, удивительный факт. Точки КЛМ... Отлично. Порешайте задачу. Просто нарисуйте, программа минимум, нарисовать 1, 2, 3 чертежа. Достаточно точных, чтобы вы убедились, что придете домой. Очень советую нарисовать эту картинку в живой геометрии. Какая зима, у вас осталась? Да. Как выяснили, как вы мел? Во-первых, она защитного цвета. Какого? Антимельного. Антимельного. Во-вторых, обучимся мелочкой. Вы серый. Да, серый. И что? Серый. Серый, незаметная личность. Это секрет оружия. Коля, тебе надо, чтобы я был Гандальф белый, да? Да. Чтобы все здесь шмякало о стенках. Легко и просто, да? Белый, это зимний камуфляж. Нет, у Гандальфа это был не зимний камуфляж. Вспомните сказку. Он был Гандальф серый до тех пор, пока на него всерьез не напали. И он был такой тихий, такой мирный. От всех отбивался шишками. Помните, да? В Хоббите он там в волках шишками кидался. Вот. А потом на него напали всерьез. Он сказал, что ну не надо, прошу вас, не нападайте. На него все равно напали. После этого он стал Гандальф белый. Вспомните, что он дальше делал. Я могу сказать секрет профессии. Надо спиной не прикасаться к доске. У меня спина белая. Вот и не надо. У тебя белая уже. Нет. Да. Все кроме тебя это видят. Я могу. Все кроме тебя видят. Ты просто аккуратно проходишь и к ней приложился спиной. И все. Не притрадивайся к доске спиной. Просто надо понимать, что доска. Да, да, да. Танцуй здесь. Да. Коля, работа учителя одна из самых опасных профессий в мире. Понятно. Он разорится на стиральной машине. Давай, дождемся. Он разорится на стирке. Да нет, не в этом дело. Сейчас упадет. Смотрите. Смотрите. А, Л, К. А, Л, К. И, 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 М. Напиши. А, Л, К. Это один угол. А другой угол. Это какой? И, Л, М. Да. И, Л, М. Вот надо доказать, что сумма этих углов 90 градусов. Потому что угол И, Л, А это 90. Нет, не вопросительный знак, а 90 градусов. Да. Это не надо доказать. Да. Теперь. Угол А, Л, И это 90 градусов. Ну, конечно, конечно, уже говорили. Дальше. Теперь. Угол А, К, И тоже 90 градусов. Да, потому что мы опускали перпентикуляр. Угол. Из-за того, что здесь 90 градусов, здесь 90 градусов. Точка А, И, Л, К лежит на округленности с диаметром А, И. Да, конечно. Есть такая теорема. Угол. Если взять отрезок и прямой угол, то медиана прямоугольного треугольника, проведенная на гипотенузе, равна половине этой гипотенузы. И, значит, действительно, медиана равна половине гипотенузы. И, значит, действительно, да, лежат на окружности с диаметром А, И. Дальше. Точки Л, С, М, И лежат на окружности с диаметром И, С. М. Да, конечно. То Л, И, М, С. По той же причине, потому что там два прямых угла. Да. Так. Есть угол А, Л, К. А, Л, К. Есть угол А, Л, К. Да. По теореме, он вписанном угле, он равен угол А, И, К. Отлично. Пишем? Угол А, И, К. Но этот угол, внешний угол треугольники А, Б, И. Внешний угол треугольники А, Б, И. Да, конечно. А у вас знаете угол А, два альфа, угол Б, два бета, угол С, два гамма? Да. То есть здесь будет гамма, здесь будет бета. Нет, не гамма, а альфа. Альфа, бета, да. Альфа, бета, да. Альфа, бета, то есть угол А, И, К, это альфа, плюс бета. Да, согласен. Теперь угол И, Л, М. Идем, альфа, И, С. И, С, да. Угол И, Л, М, по теореме, вписанном угле, будет равен углу И, С, М. Да, углу гамма, да. То есть гамма. Да, пиши угол И, Л, М, И, Л, М равен углу И, С, М, И, С, М. И равен гамма. Альфа, бета и гамма – это половина углов А, Б, С. Да, поскольку сумма всех углов треугольника – это 180, то, соответственно, альфа, плюс бета, плюс гамма – это 90. Отлично. Отлично. Спасибо. Все, все, все. Все понятно. Так, да, да. На самом деле, Коля здесь использовал теорему овписанном угле. Не уходи, пожалуйста. Два слова просто про теорему овписанном угле для тех, кто не слышал про него неравненно. Да. Есть эта область? Да. Есть ли это? Да. Есть еще театрисы? Да. А, С. Да. И, Б, С. Угол. Ну, еще есть центр, естественно. Ребята, одна из важнейших теорем геометрии. Угол А, С, Б – это половина угла А, О, Б. Называется теорема овписанном угле. Соответственно, если точку С как угодно двигать по дуге, то есть не выходя с окружности, то все равно у нас... И где-то дуги Б, А. Да, да, да. То у нас угол не будет меняться, потому что это все время половина одного и того же угла А, О, Б. Я сейчас не хочу ее доказывать. В общем, кому интересно, посмотрите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!